Три человека в ФФА погнали, говорят. А что, уже собрались? Ооо, ребят, молодцы, как сидят, Крио там, Джир. Короче, давайте болеть за Фогича. Это матч, ради которого, собственно, я сегодня и хотел продолжить, потому что если, ну, понятное дело, что если Фогич сегодня по каким-то причинам не пройдет в полуфинал, я все равно там докаменчу завтра турнир, потому что остался последний день. Там полуфинал, а финал, матч за третье место, самое интересное. Вот, но если бы вчера вместе с Дмитрием вылетел и Фоги, то не факт, что я бы сидел здесь, даже несмотря на хорошую компанию и комментил, потому что все-таки болеть интереснее за человека, которого хотя бы как-то знаешь. Вот. И... Ну, играет он против Сока. Играет против Сока. Поехали. Да, Блайз, 120-е выиграла Лина. Ты как-то приходишь сюда на 5 на 10 минут, знаешь, заходишь, уходишь, приходишь, тут уже все-все произошло. Да, 2-0 за Андеда. Причем там, ну, в первой была еще какая-то интрига, там, но все равно преимущество было главным образом за ним. А во второй игре она еще короче была. Там где-то закончилась после пары сражений на героях уровня 4-3-2 у Андеда и 4-3 у Орг. Ну, как раз как экспант у Орга на 50 достроился. Тайминговое забегание Блайна Мэйн. Да, Блайн напоминает в этом плане собачку с Грейдом. Прозеваешь и все. Как прибежала, так и убежала. Ну, подойди поближе. Да, все. Все равно не наносит урон. До этого, да, разбойник слева. Там Футмен прибежал, но он не пытается добить, это хорошо. Блайд, а тот самый Блайд, который из Старика 2-го. Ядеркола, такой ты нубас, я в очередной раз удивляюсь. Вроде как ты уже не первый год на ГГ, а Блая не знаешь. Вот на ГГ в том числе хорошо то, что комьюнити, ну, из-за того, что сайт, сайту там 12 лет, сайт старенький, но комьюнити очень хорошее, и очень многие люди, которые, ну, на сайте находятся, они так или иначе уже определенных достижений добились в разных сферах киберспорта. Вот. Да, тут есть чемпионы, чемпионы страны своей, чемпионы Европы, даже чемпионы мира. Ну, если вспомнить, какого-нибудь, не знаю, братка или касса, или, я не знаю, Блайд выигрывал мировые чемпионаты по Старику, кажется, нет. Но еще все впереди, пока нет, скажем так, пока нет. Так, Фогич харасит хорошо, убивает двух рабочих минимум, там, я не знаю, третий убежал или нет. И, ой, слушайте, а он не даст вообще базу так быстро поставить. Хорош! Там у Галема очень много здоровья еще осталось. Ну, гасись, гасись, не надо тебе гореть-то, ты прожигаешь свою жизнь, Дима! Выключает. Не, говорит, топ-2 два раза. Ну, слушай, топ-2 два раза, это все равно очень круто. И вице-чемпион мира двукратный, ё-моё. Уважение, уважение. Блайдчику респект. Да-да-да, если сейчас закупит пару троллей, он может продавить. И Т1, и выкупит сейчас справа еще тролля. Слушайте, это очень хороший момент. Вот реально, если взять еще с собой парочку виспов с тремя арчами, с двумя-тремя королями, троллями. О-о-о, там не застроено специально. Это просто провал для Сока. И это триумф для нас вообще прекрасный. Сок отвратительно контролит, вы посмотрите. Он очень поздно отводит рабочих. Сейчас персоналочка еще отсюда. А он просто отменит делающийся эксп. Сможет? Не, не сможет. Нет, не сможет. Сок просто двигается между мейн и эксп. Он пытается держать, что эти арчи тоже приезжают. Шадоу-приз 2. Он закончил это, в самом деле. Да. Супер-лень. Супер-экспенсивно. Но Сок получил это. Я не знаю, что я смотрю на такой ситуации. Потому что Фогги делал так хорошо, и вдруг он делает этот движок. Это как... Что ты делаешь? Ты никогда не убил туннел. Это просто не будет. Блин, два тролля. Один еле-еле уйдет, а второй, кажется, уже никак. Хотя его там подблочили. Не-не-не-не, не отдай. Ай, тролля жалко. Не, уже так есть. Блин. По сути, можно было просто взять пару виспов и с двумя арчами, тремя троллями пропушить эксп. Просто. Ну, третий архмаг контрит с виспами, дефенса нет. И Дима второй, третий у тебя. А вот это опасно. Это может минус... А, там бутылка есть. Я не знаю, если есть виск на основной базе, но Дима-натор, если он принимает симуляцию на левел 2, со Шреддером пушить идет. Магическую вышку, интересно, удастся отменить или нет? Нет, не успевает. Все очень битые. Пытается сейчас к вышке пробиться. Да, Нага. Нага и пуш. Ну, талоны, да, хорошая тема, но там такое количество... Блин. Парочку рабочих еще здесь подрежет. И одного футмена подрежет. Только не отдает нормальной тролля. Выходит Нага. Магазин не по таймингам. Хантерс Холл. Нет, не талоны. Черт. Блин, такой хороший. Вот Фогичу бы продолжение пуша отработать. Да, там бутылка есть. То есть, размин не очень хороший будет по здоровью. Шреддер старается, конечно, нарезает, но... Смеются по поводу Warcraft 3 Booster. Ну, сок вообще убивабельный, вполне. Как вы видите. Вполне убивабельный. То есть, он недоконтраливал рабочих, он недоконтраливает футов. Бутылку закопите, да, все правильно. И лорнцы пошли. Эй-эй-эй-эй, как так? Ну, вот самая большая проблема была у Фогич, то, что он тыкнул в эксп, вместо того, чтобы просто подрезать футов, подрезать архмага. Он очень много времени потратил на попытки этот экспант отменить. Если он наносил бы этот урон по там рабочим, которые строили базу, или футмену, который был рядышком, то он мог закончить игру. О, хорошая эмаляция, пытается добить, добивает, молодец. Еще артефакт можно взять? Бутылку пропи, артефакт возьми, бутылку пропи, бутылку пропи, артефакт возьми. Ну, бутылку пропил, да, бутылку пропил, артефакт взял, кольцо. Надо было раньше сделать, там же кольцо лежало, ну, 20%. Но сок ошибается, трындец, как ошибается. Пот выпил, минус, минус... Короче, там где-то минус 3 фута, минус кобальтс, здоровый. На одну арчу, ну и плюс еще на бутылочку, на бутылочку у архмага. Или еще элементаля подрезает. Нет, вообще с такой игрой очень-очень странно, сколько играет, очень странно играет. То есть как будто не проснулся, как будто не успевает. Став и побежали. Ах, Фоггич тоже ошибается местами. Устанавливает магазин, там у него арчает тролль в лесу, слева. Нужно попробовать реальный эксп сейчас под Т3 сделать. Да, да. Тот рассказывает про тайминговые пуши против хумана, когда выходить, что делать. Хороший инвул большой выпадает, Димке. Наверное, даже полезнее, чем бутылка, потому что, учитывая то, что сейчас медведи с Риджу вам будут постепенно появляться, и проблемы со здоровьем будут постепенно решаться таким образом. Адима под инвулом, особенно с арбой, это значит гарантированное нанесение какого-то урона. То есть тебе не нужно бегать туда-сюда, чтобы лечиться там под Риджу вам или к Мунвеллам. То есть ты полноценно с арбой, без замедлений всяких от наги, например, наносишь фиксированный урон. И это очень круто. Особенно учитывая то, что у тебя эмаляция, и ты можешь одновременно гореть и быть неуязвимым. Блин, он забыл про двух... Ну как, 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 Фогич? Они рядом с этим, с камнем стоят. Мимо пробегает Дима, просто их не замечают. Как? Минус тролль на крипах. Ну может специально, кстати, сейчас тролли особо не нужны, потому что тебе нужно забить чистыми медведями лимит 50 безвыходом. Так, две вышки начали гореть. Ну это не пуш, это просто крипелись-крипелись, а потом... Ой, Сок ошибается, ё-моё. Да не какой-то... А, хотя нет, это Бэр, может быть, и да, это Мишки Оллэн. Потому что экспанты не делаются, и Сок проверяет как раз этот момент. Да-да-да, опасный момент для Фогич. Персоналку делает. Рассказываю про пулл-ап крио. Ну, не знаю, как это перевести правильно. Врубить криолофуса. Ну, типа дожить до шестого Димы и переломить ход игры. Как-то так. Ну, опять вспоминаю этот финал World Cyber Games против Sky, который в одном шаге от трехкратного чемпионства. Жалко, что Нага у нас. Мы с этим багажом, можно так сказать, приходится играть. Если бы... Ну, её крипить тоже не хочется, да, дальше до четвертого, потому что она, в отличие от панды, не так полезна против рефлокастеров. Да нифига себе, Distract a Little. Тут трупов четыре человека уже. И телепорт пошёл, телепорт пошёл. Бежит, не убежит. Ох, это просто разводы прекрасные от Фогича. Жалко, у него экспанда ещё при этом нет. 65 лимита, да? У Сока. Но сейчас Фоги может вот за счёт этих парочек разводов выйти тоже, да, выходит в лимит 60. И уже разница по лимиту не такая критичная, несмотря на то, что там фаст эксп в конце концов. Нага почти четвёртая, но понятно, с ней всё. Ой, красную точку не хочется отдавать. Побежал снова Дима Харасить эксп. Нага рядышком. И пошли МГ. Дима нарезает рабочих. Блин, ну покажите, пожалуйста, нагу. Да, 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 хорошо. Жалко, что не было рядом войск. И поздно поставил вард. То есть он мог здесь крипджекнуть неплохо. Хороший артефакт. Ну, кроме вампиров. Ну, всё, он дэдовская, короче. А Дима продолжает нарезать. Персоналку сразу. На красную точку Фогич выдвигается. Ферму решил всё-таки поставить, чтобы не забегала Димка. Но он же может справа забежать. Да, придётся... Придётся больше через вышки бегать, но... Так, 70... Что там, 65, наверное, у Фогича? Да, он 2-го МГ скорее всего должен был заказать ещё. И это как раз будет 60... Ну, где-то 65-66. 64. Нью-ньюс, ньюс. Пока нет. Мне бы сейчас просто его пройти. Красную крепит, но... Во-первых, там разведка, его могут как раз успеть и скрипт-джекнуть. Сок бежит на красную точку. Опасно. Может, успеет. Нет, не успевает, и голем назад отступает. Начинается сражение. Димка, Бёрн, Бёрн. А, у него нет Бёрна. Инвул пошёл, и... Пятый уровень. Это третий, третий... Там ставки, если что есть. Рифлы падают, футы падают. Это очень хорошо. Да, Фоги выжигает. Сейчас эмоляцию выключить. Шреддера, правда, жалко. Где-где-где? Телепортируется Димка с персоналкой, уже должен быть здоровым. Да, прибегает снова. Кормит элементалями, там дриад довольно много. Хотя уже маны нет у дриад. Подрезает ещё одного приста, Форкет. Не-не-не-не-не-не, там такие красные все. Мортирка подставляется. Ещё один шреддер у Фогича. Свиток лечения. Очень вовремя высоко. Но Дима продолжает сжечь. Ещё минус. Ой, Нага-нага-нага, битая у Фоги. Нага-битая. Телепортируется. Троля можно поджарить. Поджарен тролль. И сам засейвил дриадку. Молодец. Сколько там по... По Димке, Димка. Димка наполовину шестой. Но экспанда, экспанда нет. Экспанда тут работает. Блин. Да-да-да, ещё одна битва и шестой Димка. Шестой Димка это до свидания. Счёта 0-0 пока что. 0-0. Я что-то даже просыпаться начал. Почти пятый архмак, но от него немного так прока. И пошёл с вышками, ты... Минус фут. Красную точку нужно сейчас за неё сражаться опять, потому что... Там артефакт и опыт, и... А, у него вышки с собой до множества. Видимо, он планировал просто пуш, но как-то пошло уже не очень хорошо. Да не гриди он ничего. Ему тут нужно... Да-да-да, он просто провоцирует. Элементаль невидимый. Феррик грамотный. Вот очень уважаю, когда в такой стадии появляется вот этот вот тактический 1-2 Феррика. Шикарный, шикарный юнит. Один из МВП вообще юнитов в игре. Светокличение, пятый архмак. Пытается убить Голема. Голем... Голема убивает и выпадает. Аура хорошая, андедовская. Опасный момент. Вешай Феррика. Виспы вперёд. Блин, мало нас, очень мало. Димка уже... Нет, это разваливается здесь Фогич. Очень похоже. Да ну тут развалились. Минус 2 дриады. Диспла нет. МГ очень битые. 50 лимит на 77. Не, забейте. Ну короче, Фогич мог спокойно эту игру закончить раньше. Размин всё равно хороший на самом деле. Но до 6 демона не хватает. Передаёт персональный телепорт. Успеет, успеет. Но он потеряет, честно, отступление. Ещё парочку медведей. Жалко. Беда. Да, там не было Мага. Ну, самая большая ошибка, это как раз то, что он тыкнул в эксп. То есть он скупил наёмников, он получил хорошее преимущество за счёт убийства рабов, и за счёт того, что эксп. был отложен, очень сильно отложен. Безон, не подписался на приз. Безон, спасибо за примачок. И при этом, и при этом, он всё это преимущество сдал в попытке отменить эксп. Всё. Я тоже не знаю, зачем. Да не, не Зеппалин, он этих вертолётиков хочет. Краем какие-то периодики, всё к тем, кто в этом чатике. Нет, Эрбис не вылетел ещё. Сейчас счёт 0-0, и если проиграют здесь, всё к этому, к сожалению, идёт. Ещё будет как минимум одна игра. Что с качественным видео? Ну, мы делаем рестрим, и тут всё не так чётко, как хотелось бы. То есть, это даже рестрим рестрима. Рестрим рестрима. Кажется, чуть-чуть не хватит. Ой, стихо здесь. Да, я предлагаю называть эту лигу не на китайском языке, а Лига Тигриного Клыка. Так она, собственно, переводится с китайского. Тут главное резко убить пару юнитов, чтобы ты хапнулся. Ну, я думаю, что Димка-то не поможет шестой в такой ситуации. В конце концов, ты можешь телепортироваться, и всё. Ну, вот тот об этом и говорит. Димка с новым прибегает на экспо. Телепортируется. Ману выжиг огромное количество. И пошёл. Ну, сейчас нужно, конечно, выходить из лимита 80. А Соку, если у него там есть запас. Есть запас, да, он им готов уже, там 79.90 у него. Соответственно, нужно Фоггичу сейчас... Да, у него Нэча Блэстинга нет ещё. В чём проблема с МГИ. Ну, потому что, блин, некоторые... Вот у тебя мелкие подрастут и будут с папкой вместе смотреть трансляцию. А дядя Миша будет говорить неприличные слова. И потом у тебя, как у сознательного отца, должны возникнуть ко мне вопросы. Уже неоднократно встречали мы товарищей, которые... Которые же вместе с мелкими смотрят трансляции. Поэтому должна быть тебе социальная ответственность. Я понимаю, что рипсы, все дела... Ладно, возможно, последнее сражение. Да, Гиппас не может ничего сделать с вертолётами, увы. Да, толку. Отстреливают медведя одного за другим. МГИ очень битые. Медведей почти не осталось. И... Хороший фокус по Архмагу. Архмаг сейчас телепортироваться должен. Да, но он особо ничего не убил. 93 лимита, что вы хотите. Сокол, привет. О, а это шестой, кстати. Если отвезти Нагу, то это шестой. Да. Нет. Да-да-да, там 90 на 40 на 50. Кирилл там рассказывает, как... О, и тут, смотрите, ультимейт, ультимейт. Ух... Ух... Мортира минус. Как они на пару сжахают, вы посмотрите. Ну, сплэшем, давай, в кучу. Да, Архмага побежал. Уже половина метаморфа закончилась. Сейчас Архмага пытается убить. Ну, там есть Инвул и Инвиз, это ГГ. И Димка не справился. Да, минус нычка. Инвиз. Блин, Фогич реально мог победить, причем очень быстро. ГГ. Молодец все равно. Ну, еще шансы есть, давайте посмотрим. Жалко. Жалко, жалко, жалко. Хотя нет, говорит, лучше законсервироваться и уши закрыть. Да. Как так? Фоги на пинге? Там все на пинге, так или иначе, но... Тут не было моментов таких прям, что казалось, что не хватает... Не хватает пинга для контроля. Но начало у Фогича было просто прекрасно. Повторюсь, если вы пропустили старт этой игры, было следующее. Хороший стартовый криппинг. Крипджек на постановке экспанда с эмаляцией. Настолько хороший, что удалось убить трех рабочих, одного футмена. При этом экспант не был закреплен. То есть осталось два маленьких голема и большой голем. То есть после первой вот этой волны отступили. После этого он покупает в одном лагере наемников двух троллей, в другом лагере наемников еще одного тролля-берсерка. В результате у нас есть Дима, который почти третьего уровня. То есть там пару юнитов убить и будет третьего. Два берсеркера-тролля, две-три арчи и один прист. Против Архмага с тремя футменами, тремя слэш-четвертой строице. И только-только закрепившись... Ну, Архмаг третьего лагера, естественно. И только-только строящаяся база. Все, в такой ситуации два-три виспа, не жалеешь. Известный поддержал ваш канал на стороне и сообщает. Фоги слабые. Включай АХВП. Интересно, кто это поддержал? Надо посмотреть сейчас. Думаете, мы неизвестных не знаем? Дмитрий, ты ли это? Так вот... Он говорит, что ты не знал, когда я звонил для плана. Я бы сказал, что ты был умер. Это был самый лучший эксперимент, который я видел в неделю. Я не знаю, почему ты еще не был в игре после этого. Неизвестный поддержал ваш канал на стороне и сообщает. Ээээ! Все нормально. Проехали. И в тот момент можно было закончить игру. Но Фогидж вместо того, чтобы взять виспов и пойти в пуш, он пошел и тыкнул в строящуюся базу. Нанес ей около тысячи урона. Просто вот в тупую косарик урона. Понятно, что Х2 там во время строительства. И в это время его там бил один футмен, потом подошел Архмак. В общем, он и базу не убил, и потерял время и здоровье. Как-то так. Это Розбрейн? Нет, Розбрейн обычно через палку донать. Видимо, чтобы вернуть через полгода. Жалко, жалко. Можно было победить. Поехали. Следующая карта Эхо Айлс. Там от твоего имени Фашечка создают. Фашечка уже создана. Миша, когда РБК обхостить будем? Что за вопрос? Что за вопрос? А, там же еще один. Точно. Слушай. Слушай. Надо время выбрать. И будем ли. Там вроде мы хотели юбилейный бахать. динамик. Но, возможно, его типа со стримфестом совместить, перенесен. С планированием сейчас беда, сам понимаешь. Стримфест перенесли на три месяца, на конец июля. Если мне правильно, если мне память не изменяет. Ну вот. Да, с уфлайн. Ну, там у вас вроде еще по старграфту ивент отменился. Тоже из-за... Можно попробовать совместить это делом. Потому что у нас особо ограничений на стримфесте нет по месту. То есть можно... Сколько хотим, столько и застраивать. Все надо попланировать на июль. Тем более у нас параллельная задача — это совместно с кем-то организоваться на стримфесте. То есть надо доделать презентацию. С продажниками. Передать, работать над привлечением партнера. Револьвер говорит, я готов. Что, к чему ты? Поехали. Вообще, да, не совсем понятно, насколько распространятся еще по времени требования по карантину. И в PowerPoint-е презентации. Конечно. PPTX, PPT, естественно, наши ключевые расширения файлов. Все плохо пишет комментарий, который только человек с таким никнеймом может написать. Все будет нормально, не переживай. В конце концов, мы все умрем, но... Это не повод всю жизнь депрессовать. Нет, но если у тебя планы такие собственные, по поеданию, то, в конце концов, никто не может тебя остановить. Это лого Ху-Я. Это, например, трансплесса Ху-Я. Тайгер-тут. Тайгер-тут. Через полгода мы будем с улыбкой вспоминать про этот карантин, эпидемию. Не все из нас, конечно. Не, ну кто-то, судя по всему, будет продолжать наяривать. Ладно, поехали. Все оставшиеся же, я тебе присылаю. Да. Ладно, давайте, давайте зафогичи, давайте топим. Место императора вакантно. И... Ну, это понятное дело, что... Да, 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 да. Ну, иногда они не ставят, но это понятно. Да, согласен с Тоддом. Но... Кольцо ренегерации жизни. Не такой плохой артефакт, особенно для варьки контактный. Третья варь сейчас у нас будет, если мы не добьем никого. Бараком. Тонич Рэндом поддержал ваш канал. Тоник Рэндом, привет. И сообщает... Михаил, вчера задонатил Понти чеснока. Она посоветовала запихнуть его туда, куда известный врач огурцы сует. Что за люди? Спасибо за стримы. Ты топчик. Я очень рад, что Понти вчера пожгла. Жалко, я не смог послушать. Она ленивая просто жопа. У нее, с одной стороны, все есть с точки зрения техники для того, чтобы делать трансляции. С другой стороны, времени... Мы же понимаем, что время появляется по желанию. Она придумывает какие-то там оправдания, дети, семья. Кого мы обманываем, в конце концов? Просто ленивая жопа. И вчера она нормально вроде как постримила. Шутки про чеснок, огурец и известное место, нисколько не удивляюсь. Это вполне в ее области интересов. Что? Так, подождите, у нас тут игра лагает. Это спасение. АПМ 0, все нормально. Сейчас посмотрим. Эй, ну чего, чего, где лаги-то? Хоть мышкой тут подвигать. Да что? Эй! Да как вы смотрите-то? Да как? Фрозен, а, это на твиче было Фрозен. Смотрите, фэ-фэ-фэ-фэ-фэ, фриз, Фрозен. И там столько трупов, раз, два, три, блин, я не увидел. Раз, два, блин, опять не почитал. Да, ну как, ну я же вер... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а если бы... Ой, тут можно футменов перерезать! Еще рабочий. Да-да-да, тот об этом и говорит. Блин, там на половину пятая Варден уже, Фогич, давай! Не тормози, пожалуйста! 23-24 лимита, там Т2 доделывается. Криппинг еще параллельно идет. Давай, давай, родной, давай! Там предметик подрезал, книжечку подрезал. Две лорницы, Т3! Уа-а-а, Шемида! Он застрял! Он застрял, он застрял! Через полминутки сможет использовать стаф, да. А это можно пятый уровень сейчас получить здесь, на пофиг просто. Да, кольцо Реген очень помогает, вот, очень помогает. Так главное, раньше времени не радоваться, потому что мы, мы видели уже. Да-да-да-да-да. У него сейчас где-то 30-30 плюс лимита, и выходят медведи. Давай еще ману выпадет, чтобы здесь... Что выпало? Большой индуул. Ох, 15 секунд, это два фана Фнайвса! Опять тролля забывает. Ну, как так-то? Ну, ё-моё, Фогич. Он постоянно тролля отправляет, чёрт знает куда, потом полугря о нём не вспоминает. А, кстати, элементаль-то, это пятый уровень. Зачем? Варька пятая. Ну там не нужны были, там Диная даже не было, не прилетала. Какой счет? 0-1 проигрываю. Нарина поддержал ваш канал и сообщает, тут шаблон на то, что ты лучший стример собака Доллар Циркумфлекс. Шаблон шарит. Шаблон. Непонятные шутки, но субъективщина. Я-то Нубас. Ну не лагай-то ты, пожалуйста. Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, для самых маленьких, день и ночь вам помочь летит патруль щенячий. Когда беда случилась, не плачь и не грусть, и райдеры его щенки спешат тебя спасти. Маршалл, Крепыш, Гонщик, Рокки, Зума, Скай. Мы уже в пути. Наш отряд. Шесть щенят героев. Настоящих день и ночь вам помочь. Спасибо, да, большое. Контент пошел. Наконец-то. Короче, реализовал один инвул на где-то шестерых рабочих. Запоздалый экспант. Очень запоздалый экспант. Ну там Варька наполовину шестая. Здравствуйте. Олег-82 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, привет, Майкер. Это я Квипи. Со мной вчера связался некий Олег и сказал, что ты можешь меня потренировать. Я очень-очень сильно обрадовался, когда начнем. Как мне играть против форков? Я их собака Доллар Циркумфлекс Манал. Ой, смотрите, этот, амулетов... Блин, амулетов сполщит. Антимагия у Варденки, она продолжает геноцидить рабов. До шестого доживем, будет вообще шикарно. Там МК только-только начинает работать над опытом своим. Персональный телепорт от Маутен Кинга подрезает вышку, еще двух рабочих подрезает. Нет, ладно, не двух. Надо дрядку спасти. А, ты по телепорту нет? Да может, не уйти он. Ой-ой-ой. Нет-нет-нет-нет. Выйди, 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 пожалуйста. Некто, представившийся как АП и поддержал наш канал на 100 рублей и сообщает, Майкер, давай мириться. Капец. Блин, ну зачем Фогги опять врубил себя? Блин, у Фогги такой потенциал прекрасный просто, но иногда он... Нечко поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, мы не жалкие букашки, супернинзы, черепашки, панцирь носим, как рубашки. Юные таланты. Наш отряд бойцов всегда единый. Вредно. Неродимо. Победим. Нас отойти не стращат. Злых уложим всех подряд. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Спасибо. Отвлекаете от негатива? Да. Где-то горит один пух. Стасек, пух уже давно не смотрит игры Фоггича. Хотя нет, он сейчас стримит. У него нет выбора просто. Пух. Сейчас, пух, мы посмотрим, есть ли пух у нас сегодня. Пух, 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 пух. Пух. Как у тебя там, фейспалмы на месте? Там не застроены. Окей. Вардан опять без маны, лол. Пух просто молчит. Там был плейд говорит. Да, пошла ульта. Нет, вообще, Варя шестая, она задолбает. Все еще третий АМ. Но там эти, уже, уже танчики. Тинкер все-таки. Выкапываться надо, выкапываться и ползти. Алло. Все, персоналочка пошла. Некто, представившийся как АП и поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Хапа. Я больше не буду. Ну конечно. Прости, пожалуйста. Теперь ты извинись. И ты меня прости. Ой, неизвестный нубас. Жалко, что добивают деревом большого элементали. Варьке-то нужно и дальше расти. 4-2 против 6-ой Варден. Кто побеждает? Пока Фогич. Ну посмотри просто на мэйне, что происходит. То есть они сейчас играют один в один, и если Варька будет делать... Ему даже сейчас не обязательно ставить базу. Вот не обязательно. Ему нужно просто харасить до одури одной из баз врага, чтобы они играли один в один. И остальную армию просто отбиваться от вот этого хараса танка. Ну отбиваться, ну где виспы? Ё-моё, ну Фогич, ну... Отдает Мунвелл на ровном месте. 30 лимита. Как же плохо, а? Да, это понятно, но здесь нужны дриады, чтобы контрить элементали и вражеских героев. Да, у Фогича 31 лимит, это очень плохо. Седьмой уровень Варя. Седьмой уровень Варя. На мэйне все еще нет добычи. Можно Палыча убить. Став там есть? Став там есть? Став есть? Став есть. Ненавижу тебя. Ну шахту прикапывай, пожалуйста. Баш сверху. Там Палыча можно убить! Покажите Палыча! Покажите Палыча! Ну ты про контроль там, кьё моё! Палыча можно фокуснуть просто нижними! Да, ё-моё, не успевает, Фоги, и там, и там, и тут, вашу маму. Да, убил Палыча все-таки. Как же здесь не хватает двух-трехдриад? Как же их не хватает? Пытается... Минус база. Ну забей уже на этот экспант. Мэйном надо уже пере... 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 Некто, представившись, как он поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Я дну. Простите меня. А, я понял. Там, короче, какой-то хитерок и того и другого. Нет, ты токсичный слишком. Ну бас. Ты просто слишком токсичный. Злой человек. Злой. Возвращается, возвращается Варька, будет харасить на мэйне. А когда экспант закончится? Вот было бы классно посмотреть, что у нас по... Там вышки будет ставить сейчас. Ну это уже поздновато. Потому что прибегает, сейчас опять минус 4 раба. Ульта. Раз. Два и ульта. Ой, второй кинжал уже у Варьки есть. А где ульта-то? Ульта-то где? Зачем ты? Зачем ты делал даггер, если надо было ульту вызывать? Что ты делаешь-то? Да у него нет маны, чтобы went for Archmage. Алло. Черт. Черт. Вот если бы не кинул даггер, там бы стояла ульта с 4-5 трупами уже. И там уже вышки доделываются, и это проблема. Да, лучше на экспонтайте, я согласен. Да, он просто... Представившийся, как ты пихочет нас ссылка, поддержал ваш канал на 100 рублей с голосовым сообщением. Мне так плохо. Понятненько. Вирус поразил, видимо. Ладно, я выключил эту зазвучку пока, чтобы не было таких вот... Убили енота? Не, я не понял, если честно. Короче, Фогич переходит в режим, вот как раз о котором говорил, типа попытаться до одури убивать рабочих на одной базе, играть один в один, потом перекопаться и перейти на экспонт. Вот, но для этого нужно прям постоянно бегать, постоянно регенить ману, постоянно вызывать и убивать, 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 чтобы противник и не крепился, и постоянно тратил ресурсы на восстановление экономики. Это странно. Хотя с ультой можно, с ультой можно. Залетаешь, вызываешь. Почему не залетает, не вызывает, я не знаю. Там все залетает, вызывает. Все, пошла ульта, очень битый рабочий. Минус алтарь, это очень важный момент, потому что любой... Да-да-да-да-да-да-да. Пошли, пытаются ультимейт убить. Ульту, ульту надо спасать. Надо делать наживы в рабочих слева. Молодец, минус все рабочие. Ферму убить и аватару убрать. О, хороший момент. Уже достаточно большое количество трупов. И Spirit of Vengeance работают. Непонятно, как подступаться к такой армии. Палыч застрял наверху под диваном. Ну, а дриад доконтроливай, пожалуйста, дриады с полной маной. Там тебя убивают. Блин, элементали убивают трех дриад с полной маной. Господи, Фокки, ну кнопки нажми. Твою ж налево. Ну как, ну как? Ты делаешь дриад, но не делаешь диспл. Тебя убивают элемы, против которых дриады были сделаны специально. Восьмая Варден. Ну, все равно колоссальный плюс, конечно же. Ну, Веспов, подведи Мунвелла, подлечи. О, пошел диспл, отлично. Опасно. Палыч не умер. Там-то с этого коня телепортируют. Тоже нужно переключиться и бить коня, и убить рабочего. Недоконтроливая здесь Spirit of Vengeance. Почти девятая Варден, наполовину девятая. Косарь ХП, 500 маны. Танки пытаются штурмануть. Ну, вот сейчас увидел, что кони лечатся. Да-да-да, так и надо. И снова врыв от... От Фогича. Должен быть, по идее. Ну, мне кажется, не откатилась у летающих. Да, здесь больше рабочих. Минус три раба. Здесь нападают... Ну, где, где, где Веспы? Веспы вообще ничего не делают, ну. Вау, ты вообще стаффил на Мунвелл, который был втеком. Да. Но, конечно, один танк там Мунвелл сейчас убивает полчаса, а мы его не чиним. Да, но если их сейчас не разведывают и не убьют. А, он сейчас увидит танком эти два Мунвелла, эти два Мунвелла в легкая цель. Ну, а что ему еще делать? Молоток ловит, Блинк не делает. Аймша пошла, девятый уровень. А где ульта-то? Мы не будем ульту делать? Фогги, если вы потеряете Валдену опять, делаешь... Там бомбят в вертолете. Вообще, у Фогги толпа ресурсов. Их бы потратить на Мунвелла, еще дополнительно на экспанде. Перевести сейчас две лорницы вниз. О, мой глядь, good luck hitting that one. Конечно. Да. Не, все правильно. У Фогги все хорошо. То есть он, за исключением вот потери Валден, тут особо грубо не ошибался. Главный диспель, пожалуйста, элементарий. Пожалуйста. Хорошо. Диспел пошел, девятый Валден. Ну, блинкуйся, что ж ты стоишь. Блинк пошел. Я не могу иногда просто в шок. Смотришь и... Дрятку, да, надо было, конечно. Ну, отступает, подставляет. Отправь-то Марчу какую-нибудь несчастную наверх. Аршу подрезали как раз. Пошла база. Ну, тут сплетить армию нужно. Тут секрет в том, что нужно сплетить армию. Да, у него запас по здоровью. Ой, сейчас можно было... Там запасы в экспанде. Он, по сути, ничего особо не добывал, этот экспан. Так что там денег в вагон. А у соку на экспанде осталось 3,5 тысячи. На мэне там тоже какое-то количество средств осталось, окей. Но... Сейчас пойдет опять выиграть. 1100 жизней. Почти 9 армора. Ну, вот сплетить армию, пожалуйста, сплетить армию. И какой смысл было дома оставлять... Вот сейчас он будет бегать. Оставил мэйн. Просто оставил мэйн. Забил на этот алтарь неперекапываемый. Последний Мунвелл. И просто 2 лорницы сюда перенес. И все, тебе этот мэйн не нужен. Ты тратишь значительно больше ресурсов из-за того, что просто... В одно место, в другое место. Да, хорошо. Варька возвращается. Дрядки возвращаются. Вот где были дрядки? Они сплетились, потому что у нас там вертолеты наверху. Потому что они бомбят лорницу, которую мы могли 100 лет назад обе лорницы сюда перетащить. О, сейчас можно... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, став. А там же аватар, можно убить паладина. Покажите мэйн, покажите мэйн, китайцы. Ну, ну мэйн, ну мэйн, покажите. Какой же китаец этот, блин, как же ты меня... Сейчас минус архмаг будет. Раз. Раз. Готово. Десятая варден, пишем, гг, выходим. Он недоконтролил там еще Spirit of Vengeance, там не показывают, что... Ну, сейчас, правда, минус МК будет. Ну, что ты мне показываешь? Какой экспант? Минус десятый уровень. Одиннадцатый не дает. Три дрядки еще штрафуют. Парочку коней. А, как мы отдались здесь? Нет, 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 по времени он еще должен был жить. Еее, мы выкапываем лорницу, для того, чтобы подъесть... Подъесть... Аватар умер, там, видно, на карте было. А вот непонятно, как он отдался на мэйне тогда. Значит, он стоял под вышкой и получал дамаг. Потому что армии-то больше никакой не было здесь особо. Да, и алтаря нет. Нет, все, один-один, друзья, слава тебе, господи. Блин, ну какой же ты... Ну, Фогич, ну, ё-моё. Хороший, кстати. Вообще нет. Ему абсолютно не мешает этот герой выкупленный, нулевый. А танки, которые на мэйне, в смысле на экспанде, которых нечем убивать из-за того, что медведи, черт, не пойми, чем занимаются. Короче, ну, Фогич реально в некоторых ситуациях как будто ему не хватает опыта действовать. Ну, вот ты полыгры занимался тем, что принял мысль, ну, и занимался тем, что стоял на одной базе, харассе две базы врага. Тема работает. Вот у тебя одна база закончилась, ты переходишь мэйном, но зачем ты оставляешь на базе две лорницы? Ну, зачем? Ну, зачем? Кому? Они бегают так же быстро. У тебя там особо потребности в достройке юнитов не было. Ну, то есть дойти эти полминуты потратить, окей. И после этого он мечется между этими лорницами, которые, естественно, ему нужны для того, чтобы производить войска, и экспандом. И бегает туда-сюда его вертолётики... Ай-яй-яй-яй-яй. Вышка сейчас отстрелила бодрядок. Но вот вместе с медведем паладин умирает. Минус АМ... Ой, минус МК, извините. Нет, не минус, у него есть персоналка, оказывается. А он дотечёт сейчас, да? Тик один. А, нет, бутылка, всё нормально. Там примачки раздают, молодцы. Спасибо. Спасибо. Лорницы пришли, смотрите. Осталось только окопаться. О, это минус МК. Не, не минус опять МК. Не совсем понятно, зачем за героями на самом деле бегать. То есть, если ты можешь... Там медведи на вышках отдаются. Если можно было спокойно рабу сейчас убить. Ну, прикопает и лорницы. Господи, 700 голды на руках. Пожалуйста, Фогич. Сколько там осталось на Мэйне? Сколько осталось на Мэйне, интересно, золото? 3-3, нормально. А, ну, десятка просто. Это ГГ. Да, может. Вот что он сейчас будет делать на экспанте? Зачем ему этот экспант? Ловить рандомных героев? Какой смысл? Приходишь, так же убиваешь рабочих. Какие проблемы? Риджуф, как вовремя. Тролля взял специально, чтобы отбиваться. Варю, покажите нам, пожалуйста, на Мэйне. Вот, отлично. Подаем шой. Опять геноцидит. Очень битый архмаг. Кстати, он отсюда, может, не уйдет уже. Да, ГГ. Минус архмаг, минус рабочие. Пошел персональный, это, видимо, от паладина. Паладин чуть-чуть опоздал. А, подлечил МКУ. Смотрите, можно варьку отсюда не... А, нет, там же блинг дешевый. И все, можно фокуснуть строящуюся вышку, вообще-то. Да, фокусит, минус одна, потом рабочих добить. И обновить одного. А, отлично. Только не отдай, пожалуйста. Ну, зачем? Ну, почему? Ну, надо контроль. Просто минус ульта на ровном месте. Спокойно отступала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ни как он добить не может. Ни как он добить не может. Ну, не, были моменты, конечно, когда работали два база, но... Все равно были жертвы и постоянная потребность достраивания рабочих. Ну, да. Сумасшедший урон не несла варька по экономике. Е-е-е-е, мы чинить Мунвелла начали. Ребята, это небольшая, но победа. Еще минус парочка рабочих. Еще минус три раба сейчас будет на развороте. Блинк и туда. Вжух. Став-став на рабочего. Он пытается стаффами. Еще минус рабочий наверху. Минус дриада. На вышке просто. Русбрейн там закидывает в ключи. Фокки может еще проиграть? Я бы дал процент два максимума на его проигрыш. То есть тут все прекрасно понимают, что происходит. И в лобешник убить не может. По ресурсам в три раза проигрывает по запасу. Более того, он не может даже эти последние три кассаря нормально собрать. Ему приходится тратить деньги на строительство рабочих. То есть, по сути, сейчас единственное, что может как-то хоть сделать сок, это высосать максимально эффективно оставшиеся ресурсы из базы и идти в контратаку. Все. Но это все отбивается чуть ли не одним героем. Даже без юнитов. От молотка Блинк, пожалуйста. Молоток у этого в Медведя. Да нет. Без Вардена здесь не затащить никак. Он точно берет ауру треть. И сейчас вынужден будет стаффать. Там танчик работает. Там танк убивает что-то на базе. Не знаю, есть ли там... О-о-о-о, минус палыч. Хотя нет, инвол какое-то время поможет. Минус паладин. Ге-ге, один-один. Господи, с каким трудом? С каким трудом? Но надо все-таки Фогичу, безусловно, похвалить, потому что... Ну, это сок. Это затяжная игра, сложная. Постоянно надо было харасить. Разбрейнтом пачками, просто ключи пачками, 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 пачками. Спасибо за подарки такие. Всем добрый день, друзья. Мы сегодня смотрим четвертьфинальные матчи турнира «Тигриного клыка». Под номером 2, призовой фонд 7000 баксов. Сегодня 4 серии. Первую посмотрели, вторую в процессе, еще третья, четвертая. На удивление, сегодня 120-й одержал победу над Лином. Вчера он одержал победу над Хэппи, поставив Орков. А сегодня выиграл Андэдом Орка. 1-1. 1-1. 1-1. Да, Фогги... Я думаю, что он укрепил довольно немного против Удов. Он укрепил еще много проблем против Хэппи, как все делают, но... Вчера я думал, что он может быть укреплены mentally, и он может быть укреплены worse. Но нет, он действительно укреплены steadily. Он действительно укреплены лучше, чем Хэппи. Это будет очень хороший матч, если он укрепил 120-й. Да, это выглядит как разница между Фогги и Харк. Харк чувствует очень уверенность. Он пытается очень сильно пытаться на 1-1, и он очень близко на 1-1. Но когда он укрепил первый матч, мы все знаем, что он укреплен в половину. Фогги, хотя бы, он всегда пытается, всегда пытается новые вещи. Ха, Русбрейн там банит еще кого-то. Откуда? Откуда Русбрейна? Так, Вейнфилл. Сейчас посмотрим, за что. Что? Что происходит? А, за двойную активацию. За приватизацию 1 плюс ключей. Да, да. Тогда да. Жадные, жадные люди. Правильно, раскулачивали. Болеем за Фогги. Если он одерживает победу, то следующий... Это уже получается у нас полуфинал. И со 120-м. Со 120-м он может... сыграть. 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 10-мана-пендант, плюс квадрата-мана, эй? Почему ты никогда не играешь в Маунтан Кинг, по-моему? Когда я увидел у тебя в турнире... Потому что это гэмбл, я думаю. Если ты получаешь байд-итем, то это самая депрессивная вещь. Я думаю, что Аркмейдж еще солидный, даже на ТС. Когда ты играешь в Маунтан Кинг, ты получаешь хорошие итемы, ты очень вперед, ты получаешь плохие итемы, ты очень вперед. Я не люблю гэмблинг так много. Спасибо, Кирилл, за то, что товарищей радуешь. Банда конца стрима взамен месячного према. Почему взамен? То есть они получили месячный прем, потом активировали, еще один, тогда да. Получили заслуженный банк. Сашки, продублируй на Microsoft.com.ru. Но обычно раз в день отвечают. У нас не такой emergency support. Сейчас ГГУ пойдет из нагрузки на прем-качество. Rename, да у нас давным-давно премиум-качество исходное, всем доступно. Премиум на канале дает, ну, как локальный ГГ+, то есть он выключает все рекламу на канале, он дает статусы в чатике, смайлики, именно локальные, стримерские. Поехали. Поехали. Они ржут с комментатором. Фух, хорошо. Вообще, интересный момент, что Фогич ставит АОФ рядом с экспандом. Это гораздо более агрессивный АОФ, и Варденка здесь рядышком. То есть вполне вероятно, это будет вообще два барака. Да, тот это тоже отмечает. Так, да, мне интересно, какому выводу он придет. Так, вот, про второй. Молодец. Сейчас Moonwell пока, но о втором Ancient of War мы узнаем в течение, ну, через 10-15 секунд. Такой криппинг, с одной стороны, он более сложный, потому что, ну, там реально посерьезнее нейтралы. Но, опять же, из плюсов ты получаешь больше экспы, незарядные артефакты, постоянный артефакт. И, самое главное, возможность в любой момент, да, второй барак, второй барак ставит, в любой момент поставить эксп, в любой момент поставить эксп. То есть у тебя всегда уже поляна накрыта таким образом, что мне очень нравится такой старт. Он, с одной стороны, затратный по ресурсам, но ты, скорее всего, получаешь близкую к третьей варден на этих двух точках. Во-вторых, ты получаешь возможность сразу же, просто сразу же, в любой момент поставить экспанд. Криппинг идет на экспанде. Пока что оправдывается вот этот вот дикий криппинг со стороны фоги. То есть со стороны сока такой криппинг, он близок к стандарту, да. Вот, а вот со стороны эльфа, вот так вот аркадно криппится, это рискованно. Ну, пока у него нет леса на дерево, но самое главное, что он получает опыт и парочку артефактов. Рабочий еле-еле добивает этого тролля несчастного. Второй уровень хочет получить... Ну, понятное дело, что Архмаг будет какое-то время контролить, не давать поставить базу, но задача вардена сейчас не строить прямо сейчас эксп, а именно отстроить там несколько арчей, отбиться от этого пуша, и... ну, и после этого, например, там параллельно криппится и ставить эксп. Пытается откинуть... ну, назад архмага. Арчи побежали к бараку, к правому. Тому, возможно, кстати, даже будут крепиться без бардена. Ай, черт. Все-таки он делает Т2. Может быть и правильно, учитывая то, что ожидает сок экспанда. Побежал... опасный момент. Почему он не делает... не делает арчей? Где арчи-то? Уууу, тут база уже доделалась, да? Арчи подошли, но арчи мало почему-то. Почему-то Фогич не... Ах, я добил элементальным, который сейчас тоже просроченный и уже скоро закончится. Да, вот проверяет, что нет экспанда, но Фогичу нужно просто закрепить оранжевую точку. Да, идет крепится. Ближе к третьему будет, плюс артефакт. А что там выпало Фогичу четверкое кольцо, да? Манна стилинг так себе. Добила Варден. Пытается забрать последнего, но чуть-чуть не хватит до третьего уровня. Тот футмен, которого заденайл, не хватило бы на третьего, но он был бы ближе. Ооо, вот это очень нагло. Во-первых, сетка на Элема, которого можно фокуснуть. Во-вторых, уже битый немножко Мурлок. Элементали, элементали, элементали фокусит, да, но... Возвращается Мурлок, здесь будет уже третий уровень Варден. Что там выпало ему? Ксила, окей. Но вот сейчас нужно Фогичу уже ставить базу, на мой взгляд. Он может и в агрессию идти, и экспант ставить спокойно. Да, он видит эксп вражеский. Сейчас магазин за ботинками, которые уже должны были откатиться. А, какой откатиться, блин, уже сто лет назад по две пары продается со старта. Вот любопытно, Варько со вторым даггером или со вторыми ножами? Судя по тому, что он побежал на экспант, скорее всего это вторые ножи. Поехали. Да, это ошибка. Рабочие начинают терпеть. И еще одни ножи нам не показывают там битых рабочих. Покажите битых рабочих. Да, и не кликать на Арканг тоже, это прикольно. Мы же, ну, интрига, когда она достроится. Какой там прогресс, успеет ли Варько там? Доделалось, доделалось, но вне рейнджа находится... Ох, шикарно. Просто идеально в этой ситуации отконтролил Фоги. Он сделал три серии вторых ножей. Класс. Ой, еще бы Шреддера каким-то макаром на халяву перехватить, но это слишком, слишком, слишком жирно. Так, две лорницы и Т3. И жалко, что Фоги при этом не тыкает базу халявную. У него всегда есть деньги на это, всегда. Время идет. Понятное дело, что там его сверят, там проверяют периодически, но... Ох, ну ладно, ему виднее, окей. Арчи побежали. Варько там затаривает... Затаривает ману, восстанавливает в Мунвеллах ее и побежал. Майкер, он не кликал, ибо не знал тайминг-тауэр, он мог ему манеджать, так... В смысле, не кликал? Я говорил про пса, почему опс не показал нам прогресс в магической вышке? Мы-то не видим, когда он доделается. Хорошо прячется. Минус фут. Сейчас минус еще четыре рабочих. Минимум четверо. О-о-о-о, Шиминдамы, посмотрите! Правда, контратака сейчас на базу. Терпит магазин. И телепорт. Но такое количество трупов, ё-моё. Варька уже четвертая. Еще фан оф найвс, но минус магас. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще один фан оф найвс можно сделать, там дорегенивается мана. Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Ах, дирижабль! Ах, спас всех! Красиво. Так, надо сейчас магазин восстанавливать, ману в двух мануэлах выжжать и бежать снова в атаку. Вообще, урон, который фоги наносят сейчас экономике врага, он еще круче, чем в прошлой игре. О, минус ТП. О, заблочил, заблочил с лягухой! Правда, там прос... Блин. С лягухой классно заблочил. Ну, там есть вроде красная точка, но я не знаю, чего ждет фогич. А чего он ждет-то? Ну? Ну? А, он послал какого-то медленного на... Что? Что, почему он это делает? Что, что? Где в фогича реакция на это? Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит. У фогича там красная точка рядом с мастерской была долгое время, и одна, и вторая, и он никого туда не посылал. Танки будут, друзья. Танки. Огромное количество вышек, да, в отличие от прошлой катки. И лечение у Сокова очень хорошо. Блин. Как не вовремя пролетает еще мимо. Выходит МК. Диспл, диспл, диспл! Ну что за привычка-то рядами танковать элемов? Да, троллями был убит. Ай-яй-яй. Обсерватория не просвечивает плащ, только даст? С чего это вдруг? С какого перепуга, Никитос? С никнеймом таким? Надо поменять тебе никнейм. Ну, у него там по 4-5 вышек. Что выпадает в арки? Ну, покажите. Рык хороший. Да, вагила плюс 6. Давай-давай-давай-давай. Блинк. Ну-ка. А, там же блинка нет у нас. Еле-еле живой. Дирижабль. МК еле живой. Маут. Ой-ой-ой, сейчас можно сбить. О, сбил. Хорошо. Диспл, диспл, диспл. Хорошо. Уберу. Ой, минус МК, пятый варден. Хорош. Правда, минус арчи, но минус футы. Ииии, да, есть же ж. Ой, варден, варден. Вот это так просто прекрасно для эльфа, потому что он так близко к шестому. А шестой. Класс. Нычка ставится как раз под танки. О, панда мне в этом плане очень нравится, конечно. Ее не хватало в прошлой катке очень. Потому что когда... Ну ладно, если карта типа Эхуайлс, маленькая типа, да, то к тому моменту, когда выходит панда, особенно если варден такая активная и хумен тоже не тупит, не так много точек остается для криппинга. Но против танков панда, конечно, очень хорошо помогает. Вот, поэтому Варя занимается своими делами, бегает, а армия в это время с пандой. Главное, чтобы тебе хватило рук и внимания для того, чтобы отбиваться от какого-то харасса, самому харасить и крепиться при этом. Мы возьмем? Нет, нет, нет. Чат уже идет в шоке. Там гвард... О-о-о, там Кэнон Тауэр делается наверху. О, Кэнон Тауэр по шоке. А где виспы на экспанде? Можно узнать? Я не знаю, если это будет слишком много, но... Увидели, увидели. О-о-о-о... Наверное, нет. Вообще, ее очень сложно убить в определенном... Ну, если она достроится, потому что там фортификейт, и если масонерий второй, там много жизней. Она может просто некоторое время выиграть, по шахте пострелять, если достанет. И... Ну, и окупиться таким образом. Молоток на мелкого, кстати. Это, видимо, что форст армора не делал? Или там... Что вешает этот ледяной... Два танка на мэне. Как же это бесит. Просто. Но здесь есть частичная армия у Фогича. Эншн Ду Винд помогает в такой ситуации. Очень. Один гиппогрифчик, потом еще один-два талончика, чисто против танков и для разведочки. И главное в такой ситуации, вы помните, если вы играли против Хумана-танкиста, постоянно, блин, смотреть за тем, чтобы он не влепил третью базу. Постоянно. Иначе жопа. Иначе это еще на 15 минут затянется. Поэтому надо не только отбиваться, крепиться, но и... Ой, опасный момент. Можно медведя проядрить. Извините. Не факт, что один там же стаф может быть. О, минус фут. О, минус палыч! Нет, стаф. Ну, минус, минус этот. Короче, Древо Ветров. Да ладно, мы тут отдали шахту. Как? Гиппос есть. Но мы не должны были... Мы не должны были отдавать. Опа! Да езжешь! На-ка, Варден Панда. Связка моей мечты. Класс. Взрывной урон, вот, мне тоже очень нравилось, что если зевнешь, то как бы Архмак может отправиться. Все, сейчас просто не тупи. Просто Панду к этой... Защищаться, крепиться. Варька за маны возвращаться. Отбивайся, добавь пару талонов. Одного талона туда, одного талона сюда. Просто отбивайся, и все. Ничего не нужно делать, ничего. Вот, талончик здесь, талончик там, молодец. Нечеблейсинг надо было чуть пораньше сделать. И отлично, все. Варька там к шестому, и сама сможет уже нормально делать, как надо. Харасить. Но она близко уже к шестому, я думаю, что там больше половинки у нее уже на шестом. Выкупил, кстати, из таверны. Все, сплетануть армию, Панду по возможности подкрепить еще до четвертого. В идеале, конечно, до пятого, но хрен его знает. Гиппосом полетать, встать там, где у тебя заводы стоят у врага, чтобы понять, куда следующие... О, не просто танки. Смотрите, вылетел. Там вертолеты. Вертолеты прикрывают. Эскадрилья. Правильная тема с протектором. Очень правильная тема с протектором. Против вертолетов, по крайней мере. Да, да, да. Да это... Просто у нас был в какой-то момент период, где-то 2006-2007 год, когда вот пошла эта мода на танки, и... Реально никто в первое время, не знаю, первые несколько месяцев, нормально не мог от нее отбиваться. Вроде как не очень сложно, но нужно несколько вещей просто делать, для того, чтобы нормально от этой штуки отбиваться. Ну, во-первых, узнать, что происходит. Вот ни в коем случае третью не давать. Блин, сейчас сможет пропустить. Ё-моё. Вот это... Это одна из самых важных... Один из самых важных моментов, что не дать, нужно третью поставить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, жалко. Да, кажется, он там не сможет поставить. Нужно шахту эту... Вышку сверху ушатывать. Делать разведку своевременную. Третий даггер. Опа. То есть мы через херокил здесь будем играть, да? Диспл, диспл, диспл. Шестая варька на этом будет, да? Нет? Да, шестая. Ох! Шамида, поехали. А где остальная армия? Подходит сверху. Блин, а зачем ты танкуешь-то варькой-то одной? Там инвул большой. Приходится Аймшу врубать. Панды в это время на Мэйне, кажется, отбиваются. Слушайте, опасный момент, потому что усоко большое количество лимитов, на самом деле, и... Да, возможно, это будет сейчас пуш хороший. При том, что третья база еще строится. Но это, скорее всего, следствие, во-первых, позднего Экспанда, хорошее дыхание. Во-вторых, то, что он терял еще шахту на Мэйне. Да, проблема... Эта игра еще далеко не решена. Далеко не решена. Фогги, безусловно, выигрывает с одной стороны по уровню героев. То есть, шестая Варден и четвертая Панда. Против там 4-3-2 или 4-3-1, кажется даже. Хотя, там, закрепил неплохо. Черт. Сейчас просто пуш на Экспанд, может быть. 4-3-2. Да, плохо. Это минус Эксп, да. Нет, это ГГ. Если Сок не будет ошибаться, это ГГ. Ну, третья база стоит. Еще ты сейчас Экспанд потеряешь. Ну, потому что плохо отбивался. Плохо отбивался. Шахта как бы минус 600 голды тоже нельзя отдавать. Дерево, которое здесь он выкапывал дважды. Жалко. Очень жалко, потому что у нас сингл, и дальше не проходим. Да ладно, там какая разница, 1200 леса ему этот... Да, Фогиш понимает, что ему надо, типа, штурмовать базу, но... Ну, можно вообще в разводы идти. Дыряды, главное, отконтролят здесь. Вот, чтобы они не по 3-й хп не теряли на... Понятно все. Забей. А там уже дома ничего нету. И телепорта нет. ГГ. Короче, перехвалил я Фогиша, к сожалению. Плохо он отбивался от танков, иначе просто не было такой бы колоссальной разницы по лимиту. Раньше Эншенту Винт, раньше разведку на первые танки, раньше талоны, чтобы не надо было выкапывать здания, не надо было терять шахту. ГГ. Да ГГ, это уже не важно. Блин, жалко.